В принципе, мы сейчас не можем ничего исключать, учитывая ситуацию в регионе. Вот Украина отказывается от транспортировки российского газа через свою территорию. У нас есть логистическая возможность через, как вы говорите, Турцию, Болгарию доставить газ в Молдову? Смотрите. Инфраструктура есть? Украина откажется только в том случае, если какую-то часть своей территории она не контролирует и не контролирует газовую трубу, грубо говоря. Не контролирует каприесторную станцию, не контролирует газоизмерительную станцию, не контролирует отсекающие краны и так далее. Тогда в этом случае она просто не контролирует часть системы. Естественно, что директор компании, который не может контролировать часть своей системы, не может гарантировать безопасность этой системы. Тогда в этом случае он просто вынужден будет отказаться от транспортировки этого газа и перекрыть кран для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны. Безопасность транспортировки этого газа. И таким образом газ не сможет поступать через территорию Украины. В этом случае нужно смотреть на те соглашения, которые имеются у Молдовы ГАЗ с Газпромом. Скорее всего, там прописан южный коридор поставки этого газа. И вообще, Газпром большая компания, у нее есть большие возможности. Он может не только физически поставить газ, допустим, с юга или с севера. С севера сейчас объясню как. Он может иметь обменные возможности, то есть это SWOP, так называемый, это обменные объемы. Где Газпром отдаст этот объем какой-то газа в одной стране, а вы от этой страны получите газ в этой стране. То есть это вариант и возможный. Но мы помним в 2014 году, когда временно, кажется, в 2014 отключали газ, когда все леса у нас чуть ли не вырубили в Молдове. То есть никаких альтернативных источников поставки не было возможностей? Тогда не было возможностей, потому что, во-первых, в реверсе трансбалканик, так называемые три ветки трансбалканского газопровода, не были развернуты. Сегодня они развернуты, это известно. Болгария, например, развернула свои компрессорные станции. К тому же, возможность по южному коридору перекачки уже идет из ТАП-ТАНАП, из этого газопровода. Кроме того, есть из Греции поставка на Болгарию. То есть появились просто другие технические возможности. Это раз. То есть возможности технически есть, инфраструктурные? Есть, но мы должны понимать, что Молдова может быть обеспечена газом полностью на всей территории, только если газ заходит с двух направлений. И желательно, чтобы это были север-восток или север-юг. В других остальных вариантах, например, поставка через другое территорию... Юг – это Яск-Тишинев, да? Нет. Юг – это поставка из Орловки на Каушан. Или дальше на Приднестровье. То есть вот такой вариант существует. В этом случае Молдова будет обеспечена газом, хотя этот вариант еще никто никогда не опробовал. То есть сказать точно, как он будет работать, неизвестно. Продолжение следует...